Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас тема почти что анекдотическая. Далеко ли до Таллина на рейл Балтики? И теперь, кажется, стало дальше. У нас в студии сегодня эксперты, докторант Балтийской международной академии Ольга Петерина. Добрый день. Добрый день всем слушателям вашей компании. Да. И журналист, эксперт по транспорту Наталья Вострухова. Добрый день. Итак, что-то стало вокруг рейл Балтики. Клубица, нехорошие. Работники предприятия обратились с публичным заявлением о том, что предприятие плохо управляется, деньги расходуются неэффективно. За 14 месяцев сменилось 5 руководителей. Промелькнула информация о том, что вообще проект может каким-то образом затормозиться или прекратиться. Хочу напомнить, что два года назад все выглядело радужно. Предприятие рейл Балтик еще тогда в лице его руководителя Байбы... Как там ее было? Рубиса. Рубиса, да. Объявляла с трибуны о том, что начинается закупочная кампания, проводится 37 тендеров. И объявлена была уточненная стоимость строительства 5,8 миллиарда евро. Но, однако, говорилось о том, что прогнозируемый эффект от этих вложений будет в три раза больше. Ну, почти в три раза больше. 16 миллиардов евро получит экономика совокупно всех балтийских стран от этого нововведения. Ольга, хотела бы вот ваше сейчас мнение узнать о том, насколько действительно эти радужные планы сбываются и сбудутся ли они? Ну, давайте я начну с небольшого, скажем так, вступления. Для того, чтобы не демонизировать ситуацию по Рейл-Балтике и вокруг этой кампании, поскольку часть, скажем, людей, которые в ней заинтересованы, представляют ее как стройку века. Ну, это действительно стройка века? Основная масса обывателей считает это способом отмывания денег каким-то. Я буду говорить об этом просто как одной из новых железнодорожных линий. Если просто будем рассматривать, что это железнодорожный проект. Поскольку стройка века, ну, это не является, это не первая, например, какая-то железная дорога, построенная там с какого-то... Это стройка века для страны. Для страны. Для страны. Ну, пусть будет так, да. Это первый проект совместный трех стран, что, в принципе, само по себе уже является проблемой. То, что происходит какое-то удорожание по проекту, в прошлом году счетная палата Европейской комиссии сделала вывод, что по всем скоростным железным дорогам Европы, по всем, которые были за 25 лет построены последние, удорожание проектов составило в среднем от 44 до 78%. Ого! То есть это больше норма, это не исключение из правил, и об этом необходимо знать, потому что люди начинают думать, что как-то что-то сделано специально. А какая была первоначальная смета декларируемая? Ну, вы знаете, она поднялась практически на 76%, но мы тут не рассматриваем, поскольку международное соглашение, включая фондирование Евросоюза, было подписано на сумму 5,8%. То есть вопрос перерасхода может стоять теперь только от стартовой позиции 5,8%. То есть мы еще 70% можем накрутить сверху? Можем, да. И я хотела бы сразу сказать, где моменты эти могут… вернее, они уже возникнут, и они уже описаны в документах, которые Рейл Балтика заказывала немецким компаниям при разработке оперативного плана. Это Айком? Я не помню. Айком первый. Нет, нет, это другая компания, сделана в 2018 году. Отчетность, затем отчет по менеджменту инфраструктуры, который делала британская компания Аткинс, там тоже все вот эти моменты уже указаны. Но никакой корректировки новых обоснований инвестиций нет, поэтому это будет очень неожиданным для многих, если это будет озвучено лет через пять. Давайте мы сейчас обратимся к радиослушателям, предложим им задавать свои вопросы, высказывать мнение по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ну вопрос к людям простой, нравится ли им перспектива проехаться на поезде до Таллина или до Вильнюса, как они оценивают, как вы, радиослушатели, оцениваете экономические эффекты этого проекта. Может быть вы строитель и рассчитываете на то, что ваша компания получит заказ на стройку, или вы обслуживаете инфраструктуру, будете пончики продавать в этих поездах. Вот, звоните и делитесь своими мнениями. Ольга, значит разбухание сметы это в принципе рядовое тривиальное явление, но вот если говорить об экономической составляющей этого проекта, то я хотела бы вспомнить, что когда-то еще тогдашний президент Латвийской железной дороги Одис Маганес говорил, что этот проект экономически нецелесообразный, потому что даже если мы построим его за счет европейских денег, который составляет как будто 80% от стоимости проекта, то нам придется потом его все равно обслуживать, и эта плата за обслуживание ляжет тяжелой ножей в том случае, если грузопоток будет не такой, как его прогнозируют. Вы знаете, отрицательная коммерческая составляющая общей деятельности Рейл Балтика планируется даже если будет такой, который прогнозирует и грузопоток, и пассажиропоток. То есть она все равно будет убыточной? Да, на самом деле в расчетах, которые были в 2017 году еще представлены Эрнст и Янг, результат коммерческой деятельности оценивается в убытке 4 миллиарда. Плюс, я сейчас отнесу, нет, общий результат проекта минус 4 миллиарда, это результат его деятельности по тому, что там ездят поезда и пассажиры и грузы. То есть за какой-то период эти 4 миллиарда? За весь проект, вот была рассчитана стоимость за весь проект, положительный результат получился, скажем так, за счет некоторого лукавства. То есть Эрнст и Янг посчитал стоимость, монетизировал экологический эффект, потом стоимость там якобы 400 сохраненных жизней, стоимость времени, которая сохранится в пути. Вот за счет этого получился положительный эффект. Вот эти 16 миллиардов набежало за 400 жизней. Ну, 16 миллиардов, это вы знаете, это они сказали, это общий положительный эффект и не дисконтированный. Когда они его дисконтировали, получилось всего 800 миллионов. Вот вся фишка в работе Эрнста Янг заключается в том, что они манипулируют формулировками. То есть где-то они используют количество поездок, где-то они используют ту терминологию, которая реально используется в железнодорожном транспорте. То есть работа там измеряется, пассажира километра и тонна километра. Где-то они, скажем так, фигурируют словом пассажиры. И когда изменяются все три понимания, то есть человек в конце концов не должен понять, что в итоге стоит. Хорошо, Ольга, вот вы упомянули такой термин дисконтирование. Дисконт в переводе на русский язык – это скидка. Но, слушайте, если мы говорим о 16 миллиардах экономического эффекта, а при дисконтировании получается 800 миллионов, это выходит, что мы 95% дисконт делаем? Это распродажа какая-то? Нет, дисконтирование в данном случае – это приведение стоимости денег, например, 1953 года, к стоимости денег 2016 года. То есть моменту расчёта технико-экономического обоснования тем суммам, которые инвестируются в 2016, например, году. То есть вот сравнить 5,8 в 2016 и 16 миллиардов в 1953, вот получается такая разница. А, то есть эти 16 миллиардов накопятся к 1953? Yes, это за весь период, так сказать, проекта. Жаль, что узнать это время прекрасное. Уж не придётся ни мне, ни тебе, говорил поэт Некрасов. Это да. Но дело в том, что в этих затратах не включены приобретение подвижного состава, выкуп земли, который будет осуществляться за счёт государственных средств. Ну, как говорится, что подвижной состав будут приобретать якобы операторы, которые зайдут на рынок, но мы прекрасно понимаем, что никакие операторы не будут заходить в убыточный проект. И, естественно, Министерству транспорта всех трёх стран придётся обеспечивать хотя бы первоначальную работу проекта за свой собственный счёт. К тому же в 2015 году, например, в Латвии по настоятельной рекомендации Европейского Союза были внесены изменения в закон о железнодорожном транспорте, которые предусматривают обязательства государства погасить убытки новых операторов инфраструктуры в случае их наличия, скажем, в пятилетний период с момента начала эксплуатации. То есть Европейский Союз прекрасно осознаёт, какая стоимость этого проекта и какая у него результативность, раз это на регулятивной основе занесли даже в закон Латвийской Республики. Ну мы уже видели сейчас, что необязательно все законы Латвийской Республики должны исполняться, судя по зарплате медиков. Наталья, вы следите за информационным пространством и, наверное, в курсе того, что сейчас происходит между участниками проекта. Есть между ними согласие, особенно в плане того, что даже в расчётах Эрнст и Янг расчёт грузовой базы вёлся с ориентированием на Финляндию. То есть считалось, что почему-то с какого-то перепугу Финляндия повезёт свои грузы именно по рейл Балтика, а не будет грузить их на пароходы, что для неё, в общем-то, было всегда естественно. Ну или отправлять, если это Россия, то по железной дороге своим путём. Тут, знаете, что любопытно, что финты уже отказываются от этого, потому что они говорят о экономической выгоде. Если она есть, мы поедем. Если нет, мы не поедем. Её пока никто не может предоставить фактурно. И, по сути-то, вот я смотрю данные первые, на этом потоке, север-юг, коридор, который планировалось строить к 2020 году, который вот сейчас вот уже на носу, миллионов тонн перевозилось бы от 6 до 9. Сейчас никто этого даже не скажет. Есть ли этот тоннаж на этом маршруте в целом? Его никто не покажет. А к 2040-му планируется довести до 15 миллионов тонн. Чего? По сути, чего? Ну для сравнения, основной коридор Латвийской железной дороги, который это запад-восток, он сегодня перевозит около 50 миллионов тонн, да? Ну это транзит, да, это транзит российский, он падает уже, очевидно это, что снижаться он будет продолжать. Ну то есть Рейл Балтика в итоге выходит на дорожную сеть Европы, на Виа Балтику и предполагается, что нет, он, а нет. Рейл Балтика идет параллельно Виа Балтике автомобильной дороги, но сама Рейл Балтика, она потом пристыковывается к польским железным дорогам. Она потом пристыковывается к польским железным дорогам, пока еще ничего неизвестно, но знаешь, что любопытно, что когда рассчитывались данные, одни из первых, смотрели на грузы, которые нужно перенести, согласно Белой книге, да, с учетом экологии, перенести грузы с Виа Балтики, то есть взяли эти 30% с автотранспорта на железную дорогу и на море. Но только они не учли, нам не, точнее, не рассказывают о том, что часть останется примерно больше на литовско-польской границе грузов, часть останется в Латвии, что доедет до Таллина от этих 30%, которые они взяли, посчитали и перенесли. Что? Мы не знаем. На самом деле, даже в инвестиционном обосновании Ernst Young, там четко прописана загрузка поездов посекционно, и, например, самый высокий уровень загрузки, да, он на литовской территории, на литовской секции. То есть они забирают буквально все. 60% загрузка поездов, а вот на латвийской и на эстонской секциях она не больше 40%, и то это уже в средней, так сказать, ну, после того, как проект должен запуститься на полную мощность после 10 лет эксплуатации. Но если бы в конце была Финляндия, то тогда какая-то перспектива транзита на Финляндию все-таки вырисовывалась бы. Этот грузовой терминал в Эстонии, он стоит как раз в месте перегрузки грузов с морского порта, например. То есть там сделано так, что если появится какой-то туннель из Хельсинки, вот Мууга, да, называется, у них там грузовой терминал, он там находится, то есть он рассчитан на то, что пойдет перегрузка все-таки с Финляндии. Но если мы посмотрим на… А туннель сколько стоит еще? Туннель, вы знаете, его пока никто не знает. 15-18, по-моему, миллиарда. Никто не знает, сколько это будет стоить, конечно, да. Даже при существующих проектах, которые сейчас имеют место быть в европейских скоростных железных дорогах, есть ряд… Основная проблема – это как раз межнациональные проекты. То есть вот есть, например, один туннель между Германией, Австрией и Италией. Австрия и Италия его очень хотят построить, а в Германии он неинтересен, потому что он не отвечает их приоритетам экономическим. И Евросоюз не в состоянии заставить Германию это делать. А истрачено уже туда 7,9 миллиардов евро. А теперь он задерживается максимум до 1945 года. Вот такая, в принципе, ситуация. Это стандартная ситуация по транснациональным именно проектам железной дороги. И самое интересное, мне кажется, ну тут надо было, может быть, даже начать с этого, что сначала всегда все говорили, что Рейл-Балтика – это высокоскоростная железная дорога. В итоге, если мы посмотрим документы, межгосударственное соглашение, она там определена как традиционная железная дорога со скоростью не выше 240 км в час. А фактически 170 км не будет, да? Нет, да. То есть по расчетам Эрнст-Янд, которыми они, так сказать, лукаво увеличили прибыль Рейл-Балтики социально-экономическую, если посмотреть сегодняшние документы, уже расчеты немецких компаний за 2018 год, то скорость грузовых поездов доходит в итоге до 70 км в час. Скорость между Ригой и Рижским аэропортом не будет выше 110, а в среднем на трассе это может быть значительно как бы в разных местах ниже. Это тот самый оперейшн-план? Да, оперативный план, который разработан немецкой компанией в 2018 году, он значительно снизил вообще все параметры. Так, просто чем дальше влез, тем толще партизаны. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Уважаемые радиослушатели, ждем ваших звонков и комментариев по проекту Рейл-Балтика, который декларировался как скоростной, а теперь получается вроде уже и не скоростным. По телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 вы как раз успеете дозвониться, пока у нас идет реклама. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня расследуем историю с Рейл-Балтикой и в первой части программы наш эксперт Ольга Петерина, докторант Балтийской международной академии, которая пишет диссертацию о Рейл-Балтика, нам рассказала страшное. Оказывается, это будет не скоростная железная дорога и те 5, ну почти 6 миллиардов евро, которые на нее предусмотрены, могут разбухнуть еще на 70 процентов. Ну в принципе, наверное, это неплохо, это же все заработают. Ну и даже служба госдоходов? Нет, служба госдоходов Латвии, мне кажется, она выбрала очень оптимальный способ внести вклад латвийского бюджета, вот эти необходимые 15 процентов, так сказать, доля Латвии, в финансирование проекта. Очень оригинальный способ, Рейл-Балтика, поскольку она рассчитывается сейчас какими-то поставщиками, у нее есть предоплатный НДС. Вот в 2018 году они заплатили предоплатный НДС, но разницу им, вот это вот предоплатный НДС, СГД не вернуло, на основании том, что у них нет никакой сейчас деятельности и они не являются плательщиками НДС. Таким образом, латвийское правительство может прекрасно с самой Рейл-Балтики собрать весь НДС и внести его потом в качестве своей лепты финансирования проекта. О, как здорово! Это просто... Это инновационный просто подход к финансированию. Да, Рейл-Балтика обращалась с апелляцией в СГД, вот сейчас они вроде как хотят даже суд подавать, но им СГД обоснованно ответило, у вас пока нет никакой деятельности реализации с НДС. Ну, может, он им посоветовать магнитики на холодильник с видом Рейл-Балтики подавать, чтобы им возвращали НДС, что-то такое. Что они что-то делают. Да, а еще же более страшное предстоит, вы представляете, у них накапливаются сейчас убытки в связи с тем, что они тратят деньги, да, вот проектирование, строительные работы, все это минусуется. А согласно Налоговому кодексу Латвии, в какой-то определенный момент, возможно, даже что еще до вступления, так сказать, до ввода в эксплуатацию проекта, эти убытки все сгорят, и они даже не смогут ими воспользоваться. То есть, в смысле, убытки можно погашать в течение трех лет? Вот это вы имеете в виду? Да, 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 да. То есть, сейчас они накопятся, и они сгорят у Рейл-Балтика. Поскольку доходов еще пока нет и не предвидится, то покрывать вот эти новые прибыли за счет старых убытков уже будет нельзя. Да, и вот этот момент меня очень поражает, поскольку всегда говорится о защите инвесторов и так далее и тому подобное, а это тем более прямые европейские деньги, то есть тоже выделены из государственных бюджетов. И очень странно, что все три государства не сделали никакое международное соглашение о том, что этот проект нужно освободить от налогов, от того же НДС, от каких-то там, что ему убытки за честь на ближайшие 30 лет. Ну, маленький поднормативный акт, который в нормальных странах принято принимать. Например, и плюс к тому же, вот, например, налогоплательщики Латвии понимают, что впоследствии им придется погашать какие-то убытки проекта. Вот Швейцарский, Швейцария, например, сделана таким образом. Фонд железных дорог финансируется не из налогоплательщиков, а из того налога, который платят в бюджет Швейцарии транзитные грузовики. Вот источник финансирования налогоплательщики страны никоим образом не затронуты, и именно это порождает положительный имидж проекта. То есть, вот такие меры необходимо принимать уже сейчас государством, а у нас идет, скажем так, каждая страна пытается... А где же мы столько возьмем транзитных грузовиков-то? Достаточное количество, если посмотреть на данные ассоциации логистов и перевозчиков. Ну, нет, Ольга, вы очень романтично оцениваете наши государственные процедуры, потому что ведь мы уже сколько лет? 25 мы платим этот акцизный налог на топливо, который составляет половину цены бензина для человека, который заправляет свою машину. И нам обещали, что этот акциз пойдет на строительство дорог, однако же он уже лет 15, наверное, идет в основной бюджет. Дороги, как мы знаем, у нас недофинансированы на какие-то бешеные миллиарды. У нас есть звонок, сейчас мы послушаем, что думает радиослушатель. Добрый день, говорите вы в эфире. Наушники наденьте. Добрый день. Да, здрасте. Проект... Алло. Да, мы послушаем вас. Да, проект Рейбалтик железной дороги в основном задуман и обязывает Евросоюз строить железную дорогу, причем узкой колеи, для транспортировки Минобороны военного вооружения, который принесет огромный ущерб экологии Латвии. И возникает вопрос, каким образом будет происходить в будущем пассажирские и грузовые перевозки, так как сегодняшнее сообщение происходит по широкой колеи 1524 миллиметра. И большой финансовой задраты ляжет на будущее наше поколение этот проект. Всего доброго. Хорошо, спасибо. Да, ну про военную составляющую этого проекта многие говорили, а действительно это так? Или, в принципе, в современных условиях возить грузы по железной дороге, даже и военные, не вполне эффективно? Ну, на данный момент, например, сейчас идут же грузы НАТО по колее 1520, например, до Казахстана, оттуда снабжается афганистанский контингент. То есть это нормальная практика, в принципе, но не надо заострять. А то, что там кто-то боится, что техника сюда придет, там, для войны, еще что-то, ну, нужно вспомнить любые, там, годы Великой Отечественной и Второй мировой, что железные дороги легко взрываются, в принципе, любые мосты, и никто никуда не пойдет. Вот, все просто. То есть, ну, не надо на этом заостряться. И особый экологический там ущерб, в принципе, больше представляет, я бы сказала, само строительство дороги, потому что затраты на земляные работы связаны с большими затратами электроэнергии, вот, всяких, да, топлива и так далее и тому подобное. У нас есть еще один звонок, надевайте наушники. Добрый день, говорите. Раздумал радиослушатель звонить. Ладно, звоните все-таки нам, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Значит, вернемся к нашей теме. И опять звонок. Давайте еще раз попробуем. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Скажите, а народ вообще, кто-то спрашивал, что-то строить? Кто-то библиотеку за, это самое, за строить, там, сколько миллионов или миллиардов. Теперь это? Понятно, хорошо, ваш вопрос ясен. Ем с икрой бутерброд и думаю, а как народ? О народе думать надо, да? Как раз-таки и задумывался про это, как социальный, как возможность моста между Берлином, возможно, и Финляндией. То есть пассажирский, кстати, аспект вполне себе реальный. А вот остальное? Ну, реальный в плане. Он удобный, он нужен. Билеты от Берлина до Риги, там, на Лоу-Костере стоит, там, 50 евро, а на железной дороге 100. Пока не достроят. 10 евро Ryanair стоит до Берлина даже. Каким-то туристам это будет в любом случае интересно, да? Ну, вот много ли их? Далеки ли они от народа или близки они к ним? Ну, по поводу того, что вот вернемся как бы непосредственно к вопросу, да, что кто-то спросил ли у народа. Ну, скажем так, во-первых, инфраструктурные проекты это всегда от народа далеко, поскольку эта вещь как бы вроде не считается народом необходимой, да, вот, то есть эти вот вещи общего пользования, как автомобильные дороги, да, там, теплосети и так далее и тому подобное, за что народ не хочет платить, поскольку это как бы считается, что это должно быть социальным благом. Ну, в принципе, вот если говорить о реальной сейчас работе Rail Baltic, то опять-таки вспомним Маганеса, он говорил, что ну, если нам дают деньги, то почему бы не взять? И первым делом надо построить электричный, ну, поезд до аэропорта и сделать, перестроить, пандернизировать наш железнодорожный вокзал. В принципе, первый этап этой стройки вот это как раз и предусматривает, ну, и это, наверное, реальный будет эффект для Рижан, для Латвии. Как вы думаете? Я думаю, что это, ну, скажем так, взгляд может быть со стороны так показаться. Есть уже опыт по тем же европейским железным дорогам. Например, один участок между Испанией и Францией, его построили, но 22 месяца он не был введен в эксплуатацию, поскольку его не подключали к тем сторонам сети. Здесь может быть точно такое же, то есть держатели Рейл Балтика не дадут разрешения подключить вот эту ветку на Рижском вокзале. Почему? Ну, потому что она же должна будет к чему-то подойти, и если, например, вот как сейчас прошел конкурс на строительство ветки самой, там, да, аэровокзала, ну, вокзала Рейл Балтика на аэропорту, то это все будет построено, но не будет подключено к Рижскому вокзалу. Там совершенно другая диспетчерская система будет, совершенно другие уровни управления, СЦБ, то есть это будет, в принципе, вообще другая диспетчерская служба. Это кажется все очень просто, но на самом деле там… Ну, то есть это какая-то, получается, параллельная реальность в отношении к нынешней железной дороге? Да, да. Вот, например, на сегодня уже представляется, что грузовые потоки, 30% грузовых потоков Рейл Балтики должны перейти с колеи 1520. Смысл тогда с колеи 1520, например, не дойти до Рижского порта, а перегрузиться на 1435 колею? То есть дополнительная перегрузка. Это так и получается. И к тому же, если эти грузы даже перейдут, колею 1520 необходимо все равно содержать. Эту инфраструктуру тоже надо оплачивать. Так, есть. Так, был вопрос? Нет вопроса. Звоните, пожалуйста. Мы видим, что вы звоните, просто я не могу сразу прервать эксперта, чтобы мысль была закончена. Добрый день. Говорите. Добрый день. Я не знаю, кто сейчас подключился. Алло. Да, слушаем вас, слушаем. Звучал ли этот аспект этого проекта Рейл Балтика, но это не является абсолютно никаким не секретом, не военной тайной. Изначально военный был проект. Таковым он и является до сих пор военно-стратегическим. Ну, мы уже говорили, затрагивали эту тему, и эксперт сказал, что... Ну, внешний демарш Финляндии в этой связи, он очень показательный. Был один очень интересный разговор. Он, по-моему, еще висит в Ютубе. Там кого-то из генштаба России. И там был задан вопрос, то ли генералу, то ли еще кому-то. При возникновении военных действий в сопредельных странах, какие будут действия в России? Знаете, что он сказал? Уничтожение инфраструктуры. Вот и все. Ну, мы как раз так и ответили. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение и комментарий. Ольга подтвердила, что мы уже этот аспект обсуждали. Но все-таки давайте вернемся к мирным планам и к пассажиропотоку, и к грузопотоку. Наталья, у вас какой-то был комментарий? У меня вопрос к Ольге. По перерасчету перегрузки. Да, как последнее исследование делалось, да? И в нем указывается вот этот и финский аспект страновой, и эстонский, о выбросах СО2, так сказать, о зеленой линии. Вот что вы можете... Да, да, да. Рейл Балтика, она сейчас двигается, ну, в связи с отрицательной коммерческой составляющей, она двигается, так сказать, под знаменем экологических плюсов для всех трех стран-участниц. На самом деле, после расчета энергопотребления, скажем так, поездов Рейл Балтики и расчета выбросов СО2, но не прямых, поскольку они на электричестве двигаются, а связанных с количеством электроэнергии, скажем так, потребляемым, и примерные источники. То есть у нас основной источник, скажем, из трех стран, то есть две энергодефицитные, Латвия, Литва, и лишь Эстония занимается импортом, ой, экспортом, сори, да. Но она вырабатывает электричество на сланцах, на горючих. Вот, у нее очень высокий коэффициент страновой экологический, и если рассчитывать выбросы СО2 непрямые по эстонской ветке, Рейл Балтики, то они получаются выше на 30%, чем выбросы существующие грузовиков, двигающихся по Виа-Балтике. И это причем необходимо учесть, что грузовики имеют тенденцию меняться, ну, скажем, да, они же амортизируются намного быстрее, чем подвижной состав железной дороги, и совершенно предполагается, с учетом всех европейских программ, что к 2030 году основная часть грузовиков будет в два раза выбросы еще уменьшены. И тут вот ситуация экологическая. Сейчас перейдут грузовики. Ситуация с Рейл Балтикой, она достаточно неоднозначна в экологическом плане. Так, у нас есть еще один звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, нам, людям военным, понятно было сразу, что проект Рейл Балтика – это военный проект. Понятно, что это транспортная магистраль для быстрой перепроски сил НАТО поближе к российским центрам. И ваш сегодняшний разговор это полностью доказал. То есть нет ни экологического, ни экономического, ни грузового, ни транзитного обоснования для существования в экономическом плане такого проекта. Это с одной стороны. С другой стороны, почему не говорится, что пропускать через себя, особенно через центро ВИГИ – это вообще нонсенс. Такой проект осознавает его военную составляющую Министерство обороны России. И что в случае, не дай бог, каких-то проблем, этот проект будет первый подвержен уничтожению, в том числе, и всей его участию в центре столицы государства. Таким образом, строительство этого проекта напрямую подставляет мирную инфраструктуру под военные проблемы. Почему об этом нигде не говорили? Хорошо, спасибо, Ольга, ваш ответ. Грузовая часть трассы Рейл-Балтика проходит не через центр Риги, а через Саласпилс. Так что Рига, ну скажем так, в данном случае обезопасена. Но я бы хотела… Подождите, через Саласпилс, то есть получается будет строиться новый мост? Нет, там проходит нормально трасса, грузовая часть трассы через Саласпилс, а Рига делает просто вот так вот, байпас такой круг на пассажирское движение, чтобы можно было заезд в аэропорт делать. Все равно непонятно, как можно попасть не через мост к Саласпилсу. По дамбережской ГЭС, что ли? Да. Не в курсе? В данном случае пока да, я вот эти вот мэп особенно не изучала там карты. Ну, скорее всего, да, будет все идти через мост. Ну, тогда дамбережская ГЭС, это при военных действиях, это вообще труба. Ну, вы знаете, я бы не хотела, почему всегда все заостряются на военные действия. Мне кажется, немножко надо смотреть дальше. На самом деле Европа, несмотря на то, что они говорят об экологии, они прекрасно работают в отношении экономики. Прекрасно. А как это выгодно? Я сейчас вам объясню. Любая инфраструктура, особенно железная дорога со сроком, скажем, деятельности, да, не менее 70 лет, она строится не на сегодняшний день, ну, минимум. Вы все прекрасно знаете, что Северный морской путь, происходит таяние снегов, да, и в любом случае, как только Северный морской путь обеспечат нужной инфраструктурой, китайцы пустят по нему свои грузы. Они не зря строят ледоколы. И если к 40... Я считаю, что к 40-му году рейл Балтика будет обеспечена полностью именно грузовым движением за счет Северного морского пути. Да, сейчас разговоры об экологии на коне, но китайцы, они понимают, что у них единственный выход сейчас через, ну, сибирскую железную дорогу через Россию, ну, китайцы в одной корзине яйца не держат, поэтому рейл Балтика им тоже будет интересно, как, ну, скажем так, должен обеспечить немонопольный, да, вид транспорта. Норвегия, например, строит незамерзающие порты у себя для примерно ввода в 30-м году. Это все не случайно. Просто сейчас это дорого, проводка дорого, там, да, лоцманская и так далее и тому подобное. Но после 35-го, к 40-му году, Северный морской путь, это будет огромный источник грузового движения для рейл Балтика, потому что российские перерабатывающие порты, они все равно все это не осилят. Вот это, я считаю, что Европейская комиссия, она смотрит просто далеко вперед. Мы живем в сегодняшнем дне. На Россию работает? Нет, ну, почему? Китайцы. Они же строят, это у них такой морской шелковый путь, скажем так. Поэтому, если бы Эрнст Янг, например, когда делал свое обоснование и там посчитал к 40-му году какие-то вот эти вот грузы, но они не стали этого делать, дабы избежать там экологического, увеличения экологической нагрузки на проект, поскольку он у них и так отрицательный. У нас есть Ван Ки, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Ну, хорошо, что он идет через Салостус, правда, странно, что в Салостусе, наверное, живут другие люди, не такие, как в Риге. Их не жалко, типа, да? Вопрос, наверное, это ближе к Москачке, там вообще ничего не жалко, да, хотя я сейчас на Маске вас нахожусь. Вопрос вот про дальновидность, опять же, а как вот Рижский технический железнодорожный колледж, может, его, правда, тоже надо переориентировать на какие-то обучения, раз у нас будет новая железная дорога. Не смотрят ли это дальше? Как будет молодежь, да? Все по ходу дела, опять мы будем строить эксперименты. Спасибо. Кадры? Ну, если можно посмотреть, на сайте Рейл Балтика в последнее время опубликовали видео, что представители Рейл Балтика наконец-то пошли в массы. То есть они были в Рижском университете, в ТСИ, разговаривали со студентами первого курса. Но вопрос переквалификации на более инновационные технологии для железной дороги, во-первых, он требует, скажем так, симуляционного оборудования, да, на котором можно учиться работать. Тренажеры типа? Да. Во-вторых, для этого и в самой Рейл Балтике должны работать профессионалы железнодорожного транспорта. А не менеджеры эффективные? Да, из банковских школ. Вот многие не понимают, что железнодорожный транспорт – это, как у него, время работы 24 на 7 умноженное на 365. Это очень высокая зона ответственности, и это не проект запустить какую-то аптеку и что-то такое еще. Но для этого тоже нужны деньги, для той же переквалификации и так далее и тому подобное. Но Рейл Балтика, они даже не работают, скажем так, с уже дееспособными учеными. А у нас есть ученые железнодорожные? Ну, у нас есть транспортники, конечно. ТСИИ проводит конференции международные, научные. Там участвуют и испанцы, и специалисты. Да, Тартусский университет. Например, они в пух и в прах разбили экологическую составляющую Эрнста Янг, обращались с этим в Еврокомиссию. Но никто, конечно, рассматривать это не стал по одной определенной причине. Слушайте, мы просто затронули такую тему, которая вызывает огромный интерес. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Алло. Так, интерес сорвался. Ольга, продолжаем. Тартусский университет разбил в пух и прах экологическую составляющую положительную исследование Эрнста Янг. Поскольку именно они обратили внимание на то, что смена амортизационных вот этих вот всех моментов, ввод новых экологических стандартов, плюс к тому же, что не было обращено ни на одну национальную программу внимания, например, развития электромобилей и так далее и тому подобное. Вот эти моменты. Так, слушаем вас. Говорите. Добрый день. Создают новые центры генерации производства и так далее. То есть, в принципе, даже само то, что такой большой проект будет строиться, даст работу многим тысячам людей. Вот, мне кажется, даже эти Эрнст и Янг на своей презентации говорили, что на стадии строительства будет создано 13 тысяч рабочих мест строительства и еще 24 в смежных отраслях. А затем 30-40% грузового трафика перейдет с насыщенной Виа-Балтика на рельсы. Ну, про рельсы Виа-Балтика мы уже говорили. Вот про рабочие места. Это ведь реальный выигрыш для страны. Про рабочие места. Давайте будем так. Скажем, они были неточны в своих формулировках. Вот, например, проводят они тендера уже не первый год. Их же не выигрывают новые компании с новыми созданными рабочими местами. Мне кажется, было бы для них правильнее говорить, что они поддержат вот столько-то рабочих мест. Да, поскольку выигрывают тендера уже состоявшиеся компании, и причем это компании стран, в которых уже есть развитая сеть железных дорог, именно высокоскоростных. А, то есть даже не латвийские компании это получают? Нет, конечно. То есть, например, проектирование выигрывают испанские компании. Да, они идут в консорциуме с латвийскими, с литовскими компаниями. Но почему? Потому что испанцы не смогут привезти сюда строительную технику. Им нужны эти вещи здесь. Поэтому латвийские компании могут поучаствовать в проекте лишь в качестве субподрядчиков. Вот непосредственно. А сливки снимут генподрядчик. На технических моментах. Ну, вы знаете, опыт, который они приобретут при работе с испанцами, немцами и так далее и тому подобное, это вот именно как раз та инновационная производственная составляющая, что эти компании будут знать, как с этим дальше работать. А куда с этим опытом у нашей второй Рейл-Балтики не будет? Ну, нет, но давайте будем иметь в виду, что инфраструктура колеи 1520 уже тоже, слава богу, у неё определённый износ есть. Её вряд ли где-то заново потом перестроят, хотя сейчас ещё и говорят о электрификации коридора 1520. Но сроки-то идут, тело-то стирается. Поэтому тут вопрос такой, что через 20 лет, через 20 лет это будет примерно так же смотреться, знаете, как Пётр на костях там Санкт-Петербург построил, возможно, да? Да, ну это уже теперь опровергают эту версию, так что не будем об этом говорить, о Петре. Ну, в общем, как бы получается так, что у нас всё ещё есть звонки, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы посоветуемся, возможно, вернёмся к этой теме или в следующий четверг, или в дальнейшем. Благодарим радиослушателей за звонки и за активное участие в программе. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали Рейл Балтика, и свои комментарии научные нам давала докторант Балтийской международной академии Ольга Петерина и эксперт по транспорту Наталья Вострухова, а у микрофона была автор-ведущая Людмила Прибыльская. До следующих встреч в программе «Подоплёка».